Рождество в этом году выдалось не самое удачное для божьих людей. Оно не принесло большой радости ни служителям культа, которые в основной своей массе вынуждены были подчиниться требованиям санитарных служб и ограничить количество присутствующих на богослужениях нерядовым верующим, многие из которых из-за пандемии в храмы просто не пошли. Тех, кто в Рождество все-таки решил заглянуть на службу и где это дали сделать, ждало немало увлекательных испытаний. В Новосибирске несколько десятков верующих, захотевших лично поприсутствовать на богослужении, а не смотреть онлайн-трансляцию, не пустили в Вознесенский кафедральный собор, сославшись на переполненность храма и необходимость соблюдения санитарных норм. Полицейские и сторож церкви как могли отгоняли непрошенных гостей от ворот, но некоторым все же удалось в буквальном смысле протиснуться и попасть внутрь. Остальные упорно коченели на морозе, некоторые вместе с детьми, но не теряли надежду оказаться в храме, где в тот момент, как ни в чем не бывало, посылали молитвы создателю и радовались рождению спасителя. Пока бесстрашные богомольцы кучковались у входа и высказывали недовольство всем и каждому, разве что кроме бога, мимо них тихо прошуршал колесами роскошный черный линкольн с тонированными стеклами и беспрепятственно заехал на территорию церкви, тем самым еще раз напомнив верующим о том, что перед господом все равны, но есть те, кто считает себя равнее остальных. Такая картина, кстати, кажется мне гораздо более оскорбительной для мифических религиозных чувств, чем те же танцы в храме, любая карикатура на святых и служителей культа или даже нарисованной на снегу возле церкви Пентаграмма. Это совсем свежий случай из Ставрополя, не на шутку возбудивший поклонников древних религиозных мифов. И как же после всего этого верующим быть убежденными в том, что в новой конституции говорится именно про их бога, а не про какого-то другого. Не так давно стало известно о том, в каком без преувеличения плачевном состоянии находится Екатеринбургская епархия РПЦ. Ее до этого стабильное финансовое положение серьезно подкосило не только пандемия, но и борьба с мятежным схиегуменом. Летом прошлого года захватившим Среднеуральский женский монастырь и тем самым перекрывшим создававшиеся религиозным туризмом немалые денежные потоки. По самым скромным подсчетам, несколько миллионов рублей ежемесячно. Журналисты цитируют настоятеля одной из церквей Екатеринбурга, который поведал, что служители культа едва сводят концы с концами. Когда Гундяев во всеуслышании объявил о том, что из-за коронавируса можно в храмы не ходить и молиться дома, прихожане в церкви действительно не пошли и не вернулись потом, когда первая волна закончилась. Из-за этого доходы приходов упали в три-четыре раза, и настоятели просто не в состоянии наскрести нужную сумму денег на уплату епархиальных взносов в церковный общак. Особенно сильно кризис ударил по сельским храмам, в то время как в городе общины пытаются выживать хотя бы за счет спонсоров, коими нередко бывают крупные фирмы и предприятия, в том числе и государственные. На данный момент, по официальным сведениям, финансовые активы Екатеринбургской епархии оцениваются в 1,4 миллиарда рублей, а вот данные о выручке, если таковая была, отсутствуют. Почему если была? Потому что СМИ сообщают, по итогам ноября 2020 года чистый доход епархии оказался равен нулю. Но при всем при этом в церкви не спешат обращаться за помощью напрямую ко Всевышнему и тем более продавать люксовые авто, на которых батюшки привыкли приезжать на богослужения. Думаю, с аналогичными проблемами столкнулись не только служители культа Свердловской области. Что ж, много было сказано о том, что церковь это бизнес. И пандемия, приезжавшая религиозной организации к ногтю, лишний раз это подтвердила. Сейчас РПЦ всеми правдами и неправдами пытается реанимировать свой бизнес, построенный вокруг духовных сказок о боге и призрачных надежд на загробный мир. Поэтому храмы закрывать не спешит. Даже несмотря на огромное количество служителей культа, ежедневно умирающих от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Летом 2018 года в Турции задержали исламского креациониста Аднана Актара, также известного под псевдонимом Харун Яхья. Проповедника заподозрили в создании религиозной секты, финансовых махинациях и сексуальном насилии. Были задержаны сам Актар, его приближенные почти две сотни последователей. Проповедникам заинтересовались после того, как в полицию обратились десятки пострадавших от действий духовного гуру. Он окружил себя женщинами, которых уговаривал или заставлял делать пластические операции для того, чтобы они соответствовали идеальной с его точки зрения внешности. Женщин, которые хотели покинуть текту, избивали и подвергали издевательствам и уничтожению, снижением. Свои проповеди в окружении белокожих поклонниц с внешностью стриптизерш из ночных клубов, то и дело прерывавшиеся странными танцами, Актар транслировал в эфире собственного телеканала. В январе суд Стамбула признал его виновным в сексуальном насилии, похищении и лишении свободы, незаконном сборе частной информации, шантаже, отмывании денег, шпионаже и других преступлениях. За все эти подвиги в совокупности Актар получил 1075 лет заключения. Впервые однан Актар попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 80-х годах. К тому моменту он уже создал свою креационистскую секту и вовсю распространял различную конспирологическую чушь. После ареста врачи поставили Актару диагноз шизофрения, но вскоре он был освобожден в связи с отсутствием состава преступления. Проповедника подозревали в попытке использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства, а также в пропаганде или внушении религиозных идей. С тех пор Актар не раз оказывался в центре политических и сексуальных скандалов, но каждый раз поистине чудесным образом уходил от ответственности. В своих многочисленных книгах и статьях исламский проповедник, непримиримый противник теории эволюции, писал, что именно дарвинизм, рассматривающий человека как животноподобный вид, признающий главенство материи и считающий, что конфликт и борьба это основополагающие законы природы, стал причиной появления глобального терроризма, диктатуры, расизма, пыток, преследований и войн. Забавно слышать это от мусульманина, который, считая себя творением некоего бога, создал тоталитарную секту, где издевался над женщинами, использовал их в качестве секс-рабынь и руководил изнасилованиями, в том числе и несовершеннолетних. Давненько мы с вами не разбирали какую-нибудь чудную цитату патриарха Кирилла. И вот как раз представился удобный случай. Накануне Рождества глава РПЦ выбрался из своего духовного бункера и в волю порассуждал о духовности так, как он это умеет. На сей раз объектом критики главного служителя культа страны стало цифровое рабство, в которое, как уверен Владимир Михайлович, людей целенаправленно сгоняют... кто? Неважно кто. Главное, что патриарх высказался против того, чтобы цифровые технологии использовались для установления контроля над личностью. Максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами. Вот почему церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью, сказал Владимир Михайлович и в качестве подтверждения своих слов сослался на откровение Иоанна Богослова, правда уточнив, что в последней книге Нового Завета не говорится о цифровых технологиях напрямую, но, цитата, из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение. Фраза Гундяева, относящаяся к Библии, там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что... ярко иллюстрирует принцип, по которому верующие на протяжении более двух тысяч лет пытаются притянуть за уши цитаты из священного писания так, чтобы они более или менее вписались в современные им реалии. Или, во всяком случае, соответствовали бы тому, какой смысл в них вкладывает сам доморощенный трактовщик. А теперь почувствуйте всю иронию ситуации. Раб Божий призывает таких же рабов, но рангом пониже, не быть рабами других хозяев и оставаться верными только нынешнему господину. Ну, разве это не замечательно? Патриарха в данном случае может оправдать только то, что рабство, которое он предлагает своей пастве, такое же иллюзорное, как и тот хозяин на небесах, которому он якобы служит. Иногда, обращаясь к атеистам, верующие говорят, разоблачая веру, отбирая религию, дайте хоть что-то взамен. Но ведь утверждая, что все религии с их выдуманными богами ошибочны, атеисты уже предлагают людям альтернативу. Мир, устроенный совсем не так, как представляется теологам и богословам. Мир реальный. Мир бесчудес, но с четкими и незыблемыми законами. Мир удивительный и многогранный. Мир, в котором не нужно никого убивать во славу божию и класть свою жизнь на религиозный алтарь ради иллюзорных представлений о загробном мире. Неужели этого недостаточно? Мы уже как-то говорили о новейшем духовном тренде России. Строительстве тематических церквей, приуроченных либо к конкретному событию, как, например, оригинальный храм Христа Спасителя, возведенный в честь победы в войне 1812 года, либо подчеркивающих свою принадлежность к определенной профессии. Например, главный храм вооруженных сил, храм МЧС и строящиеся в настоящий момент храмы для спортсменов и журналистов. В славной Чеченской республике посмотрели на такое благолепие и тоже решили возвести в Грозном тематическую мечеть. Новому культовому сооружению, исключительно по просьбам трудящихся, потому как сам виновник торжества якобы был категорически против такого, решено присвоить имя Рамзана Кадырова. Того самого, который на короткой ноге с Аллахом, одаривающим Чечню не оскудевающей помощью, выраженный преимущественно в российских рублях. Почетных титулов у Рамзана Ахматовича достаточно. Он и служитель священного Корана, и хранитель священных реликвий ислама, и защитник Сунны, и даже ни много ни мало герой ислама. Разве не достоин столь замечательный человек скромной личной мечети? Министр печати Чечни заявил, что в республике царит демократия, а поэтому мнение общественности в приоритете. Ну а мнение общественности по поводу строительства мечети вы знаете. Мечеть, впрочем, задумывается не простая, а с изысками. Она будет рассчитана на две тысячи человек, а по своей красоте, как сообщает чеченская телерадиокомпания, не будет иметь аналогов. Впрочем, большая загадка для чего в Чечне понадобилось возводить еще одну мечеть, если в республике и без того культовых сооружений, относящихся к исламской религии, насчитывается более 1200, а за один только 2020 год построили аж 32 мечети. Строительство еще 70 продолжается. Ну, раз Аллах дает на это деньги, то почему бы и нет? Тем более, если в обществе есть спрос на создание нового культа личности, для увековечивания которой хорошо подойдут не только улицы и проспекты, но и имена мечеть. Дурной пример, как известно, заразителен, и не думаю, что так уж далек тот, вне всяких сомнений, исторический день, когда Владимир Михайлович обратится к православной нации с потрясающей новостью о начале строительства гигантского храма в честь Владимира Владимировича. 5 января в поселке городского типа Средняя Ахтуба Волгоградской области от пневмонии скончался протеерей Иоанн Симора. Прощание со служителем культа прошло в Рождество возле церкви Покрова Святой Богородицы, в которой протеерей Симора был настоятелем. Там же его и похоронили, прямо на территории храма, буквально в нескольких десятках метрах от жилых домов и детской площадки. В РПЦ объяснили выбор места погребения древней церковной традицией, однако местные такую метафизику не оценили, особенно с учетом тяжелого пандемического времени. Жители поселка, недовольные тем, что теперь из окон их домов открылся далеко не самый приятный и позитивный вид на свежую могилку почившего протеерея, сослались на санитарные нормы и правила, в которых говорится, что захоронения должны быть удалены от жилых домов и водопроводных сетей на расстоянии не менее 300 метров. Впрочем, нашлись и те, кто всецело поддержал церковные погребальные традиции, сообщив, что главный в этой жизни не санпин, а бог. Ну ладно, бог так бог, кто успел, тот и молодец. Не выкапывать же теперь настоятеля в самом деле. Точно такая же история приключилась в начале января в Оренбургской области. В городе Гай похоронили благочинного округа протеерея Игоря Никифорова, скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции. Однако похоронили не в соответствии с законодательством, а исходя из православных традиций, то есть в черте города и на территории храма, что в свою очередь вызвало возмущение местных жителей, чьи частные дома оказались в непосредственной близости от места упокоения служителя культа. Епархии заверили, что место погребения протеерея было согласовано с главой городского округа, а хоронить священников на территориях церквей – это мировая практика в православии. И вообще, вести речь о перезахоронении просто неэтично. Однако люди настроены решительно, вместе с адвокатами они пишут жалобы и надеются добиться переноса могилы. Религиозной традиции вообще вещь интересная. Например, японский остров Ицукусима считается священным, и по этой причине, дабы не подвергать осквернению ни деторождением, не смертью святую землю, с XIX столетия беременных женщин, стариков и больных время от времени вывозят с острова, где, к слову, до сих пор нет ни одного кладбища. Аналогичным образом, примерно с V века до н.э. поступали с населением греческого острова Делос, поскольку греки верили, что остров был создан самим Посейдоном, а затем закреплен на своем месте Аполлоном. На Делосе существовало множество храмов и святилищ, посвященных греческим богам, и в какой-то момент жрецы решили, что в таком замечательном месте просто не должно быть смерти. Все погребенные до этого на Делосе тела выкопали и перевезли на соседний остров Риния, а жителям строго-настрого запретили умирать. Во всяком случае на острове. Так что на фоне всего этого религиозного... разнообразия, могилка с православным крестом под окнами домов не кажется таким уж страшным явлением. Хотя и, надо признать, не очень приятным. Однако проблема заключается вовсе не в том, что православные устроили кладбище прямо у жилых домов, а в том, что нынешний РПЦ – это прекрасный пример существования государства в государстве. Руководству религиозной организации не указ никакие санитарные нормы и правила, когда речь идет об их духовном бизнесе и традициях седой старины. Вы можете сидеть дома на самоизоляции, работать удаленно, закрывать свой бизнес и терпеть убытки. А РПЦ вешать замок на двери своих храмов не будет ни за что в жизни. И плевать, с высокой колокольней они хотели на закон. У них традиции. Одно из узловых положений учения церкви – это как раз воскрешение мертвых для жизни будущего века. То есть, когда закончится история этой цивилизации, земли, этого неба и этого рода человеческого, начнется новый этап, и для этого будут вызваны к жизни все усопшие. Вот. Ну, сначала суд, а потом уже определение каждому его места под новым небом, новой землей. В случае сжигания – это как раз богоборчество. То есть, это… Вот мы сейчас разложим все на атомы, вот попробуй там потом кого-нибудь там воскреси в новых телах. По мнению митрополита, крематории не актуальны в нашей стране, ведь на ее бескрайных просторах достаточно места для нормальных христианских кладбищ. Секс, 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 кажется, ничего другого нет, о чем можно говорить только об этом. Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас! Продолжение следует...